Ни громких отставок, ни результатов внутренних проверок. Вместо двух обвиняемых один и переговор за убийство тоже один. Так завершилось дело Маргариты Мартыновой. Девушку убили в Сорочинске еще в 2010 году. Спустя год в связи с этим преступлением прозвучали довольно известные фамилии прокуроров и следователей. Прозвучали совсем не с положительной стороны. Это дело всколыхнуло общественность, но вот руководство правоохранительных структур области осталось к нему довольно равнодушным. Во всяком случае, стену молчания возвели прочную. Трагическая история гибели 22-летней девушки и не менее трагическое, даже циничное расследование преступления в специальном репортаже Евгении Морозовой. С момента зверского убийства Маргариты Мартыновой прошло три года. Двое из тех, кого подозревали родители за решеткой, Равшана Рахматова приговорили к 13 годам лишения свободы. А вот его начальник Александр Калиниченко, человек с богатым криминальным прошлым, вышел, так сказать, сухим из этой истории. Его, конечно, осудили, но совсем не за убийство. Маргариту Мартынову в мае 2010 года похитили прямо со двора собственного дома. Через сутки Риту нашли рыбаки на Сорочинском водохранилище. 22 ножевых ранения, все тело в ссадинах и синяках. Уже потом экспертиза установит, что девушку изнасиловали. Но за это обвинение никому так и не предъявили. Расследовать это дело не особо торопились. Его закрывали, не слышали родители, которые уверенно называли подозреваемого. В результате Мартынова нанимают частного детектива, который добывает такие улики, что предъявить обвинение пришлось двум неприкасаемым личностям. Александр Калиниченко. О его криминальных подвигах наслышан не только Сорочинск, но и вся область. Равшан Рахматов, его помощник и водитель. Тоже личность в Сорочинске известная. Осенью 2011 года им предъявляют обвинение и, наконец, арестовывают. И уже в марте 2012 Александра Калиниченко отпускают под подписку о невыезде. У него обнаруживаются серьезные заболевания, несовместимые с расследованием убийства. Дальше больше. Уголовное дело по убийству Маргариты Мартыновой делят на два. Защита считает, что следователь необоснованно выделил уголовное дело в отношении Калиниченко в отдельное производство. Кроме того, Калиниченко избрана мера пресечения подпиской о невыезде из города Оренбурга. Но здесь даже потерпевшие знают о том, что эта подписка неоднократно нарушалась. Калиниченко приезжает в Сорочинск, здесь дебоширит. Тогда не верилось, что Калиниченко и вправду выведут из этого дела. Пока Александр Калиниченко усиленно болеет, дело в отношении Рахматова доводят до логического завершения. Вывел ее из автомобиля и умышленно на почве личных неприятных отношений с целью убийства использования установленной в ходе следствия колючий и режущий предмет типа ножа нанес Мартынову не менее семи ударов в область жизненно важных органов, в область туловища и шеи. 13,5 лет за убийство Маргариты Мартыновой Равшану Рахматову и внезапное выздоровление Александра Калиниченко практически сразу после этого приговора. Получены, говорю еще раз, объективные данные, не только по-свидетельски, но и технические данные, свидетельствующие в виновности данных лиц. И спустя два месяца с Александра Калиниченко в народе Карима вообще снимают обвинения в убийстве. Правда, еще два остаются в силе. Александр Калиниченко два раза пытался изнасиловать свою бывшую жену. Два раза угрожал ей убийством. Он хранил целый арсенал боеприпасов. Например, его в гараже были патроны для ручного пулемета. Он же с автоматом Калашникова гулял по Сорочинску. Из него же палил по соседней антенне. Указанное оружие и боеприпасы Заброва Калиниченко Рахматов в цели безопасных тяжителей города Сорочинска и Риндовская область. И он же организатор рыбалки для прокуроров и следователей Сорочинска. Одно такое увеселительное мероприятие прогремело на всю область именно в связи с убийством Маргариты Мартыновой. В день ее исчезновения рыбачить Равшан Рахматов на машине Александра Калиниченко возил тогдашнего прокурора Сорочинска Сергея Звягинцева, двух его заместителей Габайдулина и Гущина и заместителя руководителя Сорочинского межрайонного следственного отдела Андрея Гнетова. Это, по мнению родителей, самая веская причина того, что все это время им приходилось обращаться во всевозможные инстанции для проверок, искать пропавшие экспертизы, понять, что такое биллинг, кричать о своей беде с экрана телевизора. У этих людей сейчас на руках кипа документов из Москвы, Нижнего Новгорода, подтверждающих, улики терялись, экспертизы не назначались, волокита была. Но спустя три года за убийство осудили лишь одного человека. Александра Калиниченко приговорили к шести годам колонии общего режима захоронения оружия, угрозу убийством и попытку изнасилования. Все считают, и мы, и жители нашего города считают, что основные убийцы остались за кадром. Сил что-то оспаривать и доказывать у Мартыновых больше нет. Теперь им только и остается приезжать к Рите сюда и вздрагивать при встрече с ее подругами. Он ведет коляску, не могу, как увидели вообще. Ребеночку уже было бы страшно. Что же касается рыбаков-любителей, прокуроров-исследователей, они остались в системе. Они также носят погоны, отстаивают честь мундира, защищают интересы граждан и строго чтят закон. Евгения Морозова, Дмитрий Григорьев, специальный репортаж ОРЕН-ТВ. Почему сняли обвинение в убийстве с Александра Калиниченко? В каких случаях вообще снимают этот статус? Эти и другие вопросы мы попытались задать следователям Следственного комитета, которые ввели это дело. Официальный запрос был отправлен более 20 дней назад. Были обещания официального ответа. Записать его мы должны были еще накануне. Мы не первые из коллег, которые услышали вот такой ответ от старшего помощника, руководителя следственного управления. Ты знаешь, так хочется жить, наслаждаться восходом в Агряны. Жить, чтобы просто любить всех, кто живет с тобой рядом. Ты знаешь, так хочется жить.